Давайте разберемся с JS-доком на примере следующей функции. Предположим, что нам нужно в нашем проекте извлекать корень n-той степени из числа x. У функции root n будет два параметра, x и n. Вызываться она будет следующим образом. Рут n9,2 это квадратный корень из девятки и результат будет равняться трем. Или же root n8,3 это кубический корень из восьмерки и он будет равняться 2. Реализация нашей функции очень простая. Мы возвращаем результат вычисления x, возведенного в степень 1 делить на n. И 1 делить на n нужно заключить в скобочке. Теперь нам нужно описать, что же делает эта функция. И обычно программист будет использовать такой комментарий однострочный или вот такой многострочный. Она пишет, что она вычисляет корень n-той степени из числа x и будет этим удовлетворен. Однако проблема такого описания в том, что она очень неформальна. И JS-Doc как раз помогает нам внести в него порядок. JS-Doc комментарии пишутся так же, как и обычные многострочные комментарии. Но с дополнительной звездочкой в начале. Каждый раз, когда мы переносим строку, мы тоже вставляем звездочку. JS-Doc удобен тем, что мы можем описывать параметры функций и их возвращаемые значения. Это делается с помощью аннотаций, которые начинаются со значка собаки. В нашем примере мы используем аннотацию парам, собака парам, для того, чтобы описать значения x и n. Сделаем заготовку. Также мы используем аннотацию return, для того, чтобы описать, что же функция возвращает. А общее описание функции мы поместим в начало. В параметре x мы ожидаем число. То есть тип здесь будет number. Тип пишется в фигурных скобочках сразу же после аннотации парам. После типа мы пишем название параметра x. А затем текстовое описание. Число, из которого берется корень. Аналогично поступаем с параметром n. Оно тоже числовое. Указываем тип в фигурных скобочках. Название параметра n. Степень нашего корня. И возвращаемое значение. Описывается таким же образом. Возвращаем мы тоже число всегда. Тепень из x.